Там где боль, 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 это моя боль. Привет, ОСАМИГОС. Вот и настало время положить конец этому прохождению. Кхм-кхм. Вот, я думаю, что это будет последняя серия. Как мне охота убить вот этого вот в Вязанге. Не нравится он мне что-то. Ну ладно. Так, значит, все души у меня вроде собраны. Всех боссов поубивал, вообще все живое поубивал. Этого убить нельзя, только поэтому еще жив. Самое время отправиться в жопу мира в глубины ада. Так, божидят, что-то у меня за кольцо вот это одето какое-то неправильное. Вот. Скормить ему еще осколок титан... Ну давайте зеленый скормим, интересно, а что он дает-то? Осколок зеленого титанита разбился и превратился в осколок титанита? Я разбил дорогой осколок, и он мне дал дешевый? Да ты охуел, что ли, слышишь? Членорылый, блядь. Это что за услуга такая дебильная, нахрен? Ну типа, если вам не нужны, то... Да ёпты, даже если вам не нужен, вообще нахрен не нужен зеленый титанит, то просто осколки титанита, они продаются у кузнецов по 800 душ за штучку. То есть нафармить на титанит на осколки можно, не знаю, за секунды. Веслоухий ты, говночлен, блядь. Да, ну и тупердяйство, однако. Интересно, как устроен этот мир? Он там на черепахах, на китах... А, на корнях, да. Уже все, корни, корни. Вон какие-то чаши. Тут что-то провалилось, непонятно, правда, как туда подходили, к этим чашам. А, ну, боги, они же огромны. Им-то вообще без вопросов. Шаг сделал и там. Ну что ж, отдохнуть у великой чаши. Поднести души великой чаши. Усилить оружие. Новый уровень. Изменить заклинание снаряжения. Поднести души, давай. Так и не скажешь, что это душа. А, за раз он поднес ей все четыре. Мануса. Ведьмы изолиты. Изолита. Ногова сита. Ну и нита. Четыре души. Великих. А, у какого Мануса? Хуянуса, ёптать. Манус не великая душа. Мануса-то вообще. А четвертая душа чья? Сита. Нита. Изолита. А четвертый кто? Ёптва медь. А четвертый-то кто в натуре? Три души, что ли, было? Три души, наверное. Четвертый квин. Ах, хер, вот поймешь. Насрать большую кучу. Отправляемся. Ну и тут, конечно, призраки серебряных рыцарей. Которые идут куда-то в вечную атаку. А может это уже черные рыцари. Трудно понять, когда они не цветные. Ох, Вавилон. Горнила первого пламени. Вообще, вот это вот строение похоже на то, где нашел свое прибежище Арториас. Последнее прибежище, конечно же. Какое прибежище? Смерть он нашел от топора, от вот этого самого. Я его прямо там грохнул. Горнил от пламени. Видно, да, что песок такой пепельный. Серый пепельный. Ну и черные рыцари здесь, конечно, стоят просто повсюду. Да. Они стали обычными мобами, но сильны, как необычные мобы. Просто рвут. Надо, что-то давненько я с ними не дрался. Игра не дала возможности привыкнуть к боевке против этих уродов. Да-да-да. И теперь вот, теперь из них падают любые пушки. Вообще, в свободных количествах, я так понимаю. Бери, не хочу. Третий меч у меня уже черного рыцаря. Где-то тут даже чувак с алибардой должен стоять, насколько я понимаю. Вот чувак с двуручником. Ну, это самый атомный, наверное, из всех. Двуручник-то долбосит, дай боже. Вот вам тебе и двуручный меч. Пожалуйста. Что там, кстати, у двуручного-то? Большой меч. Большой меч написали полностью, а секира, бэ-секира. Меч требует, кстати, меньше силушки, меньше весит. Интересно посмотреть, а так же ли он быстро машет. А машет он им, ну, просто как инвалид. А силовая. Тоже долго с его, о, ни хера такая. Зига на взлёте, а двойная. Как и у секира, одинаково. Ну, понятно, то есть из черных рыцарей, походу, лучше все-таки алибарда. Хотя я её и в руках-то, по-моему, ни разу не держал. Поэтому я буду считать, что лучше всех моя секира. Она очень быстрая, очень быстрая у неё мувсет. Поэтому я не зря выбрал именно её. А не одноручный меч, не двуручный этот дрын. Секира выбор чемпиона, я считаю. Да, рыцари, конечно, пройти здесь люто мешают. Помнится. Но они и жопу могут надрать. И скинуть вниз тут могут в паре мест. Геморройная дорога. Хоть локация очень маленькая и населена она не густо этими уродцами. Конечно, могли бы поставить мобов попроще, но побольше, я считаю. А то хер ли эти два с половиной рыцаря тут стоят. Не очень умные. Кстати, можно вытряхнуть алибарду и заточить её, и добить гвину уже ей. Ооо, под конец игры... Сука, игра разродилась и дала даже шмотки чёрного рыцаря. Я не знаю, отличаются ли они чем-то от шмоток серебряного рыцаря. Но это видно, что это средняя броня. Хотя по весу, вот что-то весит она, смотрите, в три раза больше, чем накидка ведьмы. Но броне она в три раза больше почему-то не даёт. Чушь полная. Но этот выглядит точно так же, как и серебряного рыцаря. Только не серебряного она цвета, а чёрного, соответственно, обломок титанита. Ну, не каждый раз пушка падает. Видимо, по одной пушке из каждого и хватит. Достаточно. Просто иначе я мог бы скармливать их чёрные пушки, этому дракону, пока его не разорвёт. И он за каждую ещё и душ отваливает. Там ничего не было с той стороны. А, туда не пройти. Ну, остаётся чёрный рыцарь с элебардой. Он последний стоит на дороге, насколько я помню. Насколько я помню, его мне пройти удавалось сложнее всего. Он меня просто... А, ещё же секира. Да, вот они два подряд стоят. Не знаю, уж могли бы последнюю локацию сделать более воинственную. Хер ли она пустая-то такая. Ну, просто решили добавить в игру чёрных рыцарей. Вот и всё. А их много не добавишь, потому что иначе на хер что сделаешь. Поэтому вот сделали пару штучек и хватит. Убивать их нихрена не сложно. Придорочившись. А вот и алибарда. Отдай дурыну, сука. О, бэкстап почему-то прошёл под ребра. А, не выпало. Странно, очень странно. Вот алибарду бы я заценил. Тут что-нибудь есть? Ничего нет. Горнила первого пламени. То есть тут они его зажгли. Получается так. Ну что? Ёптать. Время сразиться, сука, с основным пацанчиком. Его, конечно, можно парировать. Но я этого делать не умею. Скажу сразу. Он пробивает щит. Похож он на Вендрика. Имеют они... Имеют они один облик на двоих практически. Но они оба короли. Поэтому они и похожи. Наверное. Типа в основном короной. Ай, блядь. Бьет он дамагом. Поэтому огненное кольцо было бы кстати, наверное. А, вот этот удар парировался. Главное не даваться ему в руки. То, что он пинается, легается. Вот если он за горло схватит, это будет жопа. Что-то он какой-то вялый пропускает удары. Спамить пытается. Опс. Сука. Пошел жопу мудак. Старый. Вот он пытался схватить. Играет какая-то грустная музыка. Но она не такая грустная, которая будет играть в моем доме, когда я сдохну. В этой игре я имею ввиду. За сосулькой можно полечиться. Братский сталактит прикроет. Блядь. Я увернулся, я увернулся. Пошел нахер. И вот он пропускает удар. И я его с первого раза завалил. Что странно. Потому что когда я проходил первый раз эту игру, он мне просто рвался. Ворвал пердак. Душа Гвина. Не знаю, на какой хера она мне нужна. Да. И что эта серия будет, блядь? Десятиминутный, что ли? Даже на десять минут не набралось. Есть еще кое-чего. Чего можно было сделать бы, но... Я так понимаю, что к этому костру нельзя подходить сейчас или что? Или можно? Привнести огонь или не привнести огонь? Так что ли? Или уйти? Если я сейчас уйду? Не-не-не-не-не-не. Можно, можно. Должно быть, можно уйти. Ах ты, ёб твою мать. Я просто хотел еще огненную виверну пойти убить. Которая на мосту сидит. Я про нее только сейчас вспомнил. Когда Гвина завалил. Касу и Фрампу служить тебе. То есть... Я не стал возрождать этот мир. Дам ему сдохнуть. Но змей исклой. Допадет на мир истинная тьма. Джокер из Бэтмена. Стал повелителем тьмы. Но обе концовки здесь такие лирические какие-то. Тут нету хэппи-энда. В Дарк Соулсе не понять, какой... Какой из концов хэппи, а какой не хэппи. И это, на самом деле... Наверное, в обеих частях Дарк Соулса концовки самые странные за всю историю игр. Хидетака Миязаки. Насочинял. Ну и все. Больше тут свободно бегать по этой игре не дают, как я понимаю. То есть... Прошел все. Можешь новую игру плюс попробовать. Можешь не пробовать. Тут все строго. Ну, знаете, там, в общем-то, и все. Херс этой Виверны. И она убивается как-то там еще по-дебильному. Не сложно, но по-дебильному. Очень по-дебильному. Там надо скакать у этой лестницы, чтобы убегать от огня. Ну, все ясно, все понятно. В общем. Вторая часть уже пройдена. Многие спрашивают, ищите ее в плейлистах. Ссылка будет под видео. Так что пишите, жмите. Адьо. Ссылка будет под видео.